Террорист и воитель с женщинами угрожает убить целую семью. Кто-то удивлен. Кремль, конечно, отмолчится, ведь это их наместник, их герой и их чиновник. Кадыров, можешь скулить и угрожать без остановки, можешь хоть всю Чечню в заложники взять, но итог будет один, ты будешь каждый день заходить на наш канал и читать правду о себе и своих преступлениях. Кадыров пригрозил уничтожить Янгулбаевых, как пособников террористов. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что семья федерального судья Сайди Янгулбаева, чью жену Зарему Мусаеву на этой неделе силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный, якобы поддерживает экстремизм и терроризм, из-за чего их необходимо задержать, а в случае сопротивления, уничтожить. Пост опубликован в телеграм-канале Кадырова. Фото, Елена Афонина, ТАСС. Мне сообщают, что Янгулбаевы воспринимают мой вчерашний пост в телеграм-канале как угрозу. Я не угрожаю, а констатирую факты и последующие законное наказание. Достаточно того, что Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его, заявил он. Далее Кадыров сообщил, что Янгулбаевы, согласно слитой в сеть третьими лицами переписки, якобы организовали покушение в Турции на бывшего силовика из Чечни. По его мнению, они, всей семьей однозначно поддерживают террористические группировки и планируют принять участие в организации целой сети, из-за чего, их надо задержать, как того требует закон, и наказать. А если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов, кем они являются. Доказательная база есть, никто из Янгулбаевых не отрицает это. Это мое мнение, в котором я твердо убежден. По его мнению, самим Янгулбаевым, будет лучше, если первыми до них доберутся правоохранительные органы, а не разозленные их оскорблениями чеченцы. Кадыров считает, что если он не будет высказываться, то это сделает общество. Так что пусть воспринимают Янгулбаевы и их защитники мои слова не как угрозу, а как заслуженное наказание, заключил он. Вчера Кадыров впервые высказался о похищении Мусаевой. Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зависит не от меня, заявил тогда он. В четверг в Нижегородскую квартиру федерального судья Сайди Янгулбаева, отца экс-сотрудника северокавказского филиала Комитета против пыток, Абубакара Янгулбаева пришли представители чеченского ГУМВД по городу Грозному. Силовики пытались похитить и Янгулбаева, и его жену Зарему Мусаеву. В итоге полицейские увезли Мусаеву, страдающую диабетом второго типа, в неизвестном направлении без одежды и необходимых лекарств и инсулина. По словам правозащитников, супруге Янгулбаева необходимо делать уколы инсулина пять раз в день. Пресс-секретарь президента России Владимир Песков назвал «Странной» новость о похищении супруги федерального судья. «Ну вообще фантастическая история, конечно, мы предпочитаем просто не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений. Уж очень в неправдивое время мы живем», — заявил он. За день до этого сотрудники чеченской полиции приехали в Нижний Новгород с постановлением о принудительном приводе Янгулбаева и Мусаевой для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве, которое находится в производстве следователя СК по Чечне. При этом, статус федерального судьи, обеспечивающий неприкосновенность, Янгулбаева делает такое постановление незаконным. В конце декабря обыск прошел у сына Янгулбаева Абубакара в Пятигорске. В КПП говорили, что это могло быть связано с тем, что силовики заподозрили его в связи с оппозиционным телеграм-каналом «Адат», хотя правозащитник к нему отношения не имеет. Янгулбаева-младшего тогда допросили как свидетеля по уголовному делу по статье 205.2 УК «Оправдание терроризма».